Всем здравствуйте! С вами Александр. Сегодня я хочу рассказать вам о очень интересной коляске от компании Concorde. Это немецкий бренд. И сегодня мы рассмотрим его самую, на мой взгляд, комфортную, мягкую по плавности хода коляску. Модель называется Neo. И изучать мы будем с вами комплектацию именно два в одном. Так что давайте смотреть. Собственно, вот. Коляска Concorde Neo. И, как я говорил, комплектацию мы с вами будем рассматривать именно два в одном. Вообще, Concorde Neo можно укомплектовать, доукомплектовать прогулочный блок двумя видами люлик. Есть у Concorde люлька Scout. Это классическая люлька. И есть Slipper 2.0. Это вот это. Отличие между люльками простое. Скаут это просто люлька, а Slipper имеет возможность установки ее в автомобиль. И тем самым вы можете покупать Concorde именно два в одном, а не три в одном. И экономить тем самым деньги. Собственно, для начала скажу немножко о технических характеристиках. Вообще, коляска предназначена для детей с рождения до трех лет. И максимальный вес ребенка не должен превышать 15 килограмм. И сама коляска, кстати, тоже не тяжелая. Весит всего 11 килограмм. Для такого класса колясок это не тяжелая. И сразу скажу, часто задают вопросы люди, какая ширина шасси у коляски. Потому что у многих лифт не так широко открывается. Здесь 60 сантиметров ширина колес. Имейте в виду. Вот. И рассматривать коляску Neo мы начнем с люльки, потому что ей начнете вы пользоваться первой. Вот. И что из себя представляет слипер-блок? Как я говорил, основное отличие от обычной, это возможность установки в автомобиль. Для этого здесь есть специальные металлические крепежи для ремней спереди и сзади. Вот. Его можно установить на заднее сидение автомобиля. И больше никуда, в принципе. Кроме как назад вы его не установите. Вот. И перейдем, в принципе, в целом. По изучению люльки. Люлька выполнена в обычном классическом ее понимании. Вид у нее стандартный. Имеем большой козырек. Козырек здесь дополнительно укомплектован. С дополнительным козырьком, который можно убрать и выдвинуть, если нужно больше защитить от солнца ребенка. Сделать его крупнее. Вот. Так же все это можно снять, постирать. Всю эту ткань все легко снимается, убирается без проблем. Что из себя представляет сама люлька? У люльки в комплектацию входит накидка для ребенка на ножки, которая крепится к люльке замком. Поэтому, отстегнув ее с одной стороны, у вас образуется хороший доступ для того, чтобы вы могли положить сюда ребенка. Так же обратно положили, застегнули. И что хорошо, когда замок используется, нигде ничего не поддувает. Это очень хорошо. Что касается внутреннего убранства в люльке, так как эта люлька подразумевает установку в автомобиле, к ней сразу выдвигаются требования по безопасности. Здесь очень прочный каркас у люльки. Это не просто тряпка, это жесткая конструкция, которая в ДТП должна как-то защитить ребенка. И так же для этого же здесь присутствует трехточная система ремней с мягкими накладками на плечевую зону ребенка и на паховую. Благодаря всем этим усилениям вы можете ребенка возить в автомобиле. Так же, что касается внутренней обивки, здесь все тоже красивенько и грамотно сделано. Имеется кармашек в люльке для какой-нибудь мелочевочки. Матрасик с толщиной на 2-2,5 см. Достаточно мягкий, приятный матрасик. И она достаточно крупная, поэтому если у вас получается зимний ребенок, можно смело не переживать за то, что у вас сюда поместится ребенок в теплой одежде и зимний конверт еще можете использовать. И еще фишка этой люльки. Есть возможность регулировать угол наклона спинки. Ребенок подрастает, ему уже не интересно лежать. Берете и регулируете наклон спинки. Вот вы видите, что здесь уже не полностью лежачая, а верхняя часть ребенок такое полусидячее положение приобретает. Делается это все очень простым движением. Здесь спереди вот такой регулятор есть. Мы его крутим. Тем самым вращается механизм и поднимает или опускает спинку для ребенка. Можно, как я говорил, поднять, опустить. Очень удобная вещь. И еще необычная вещь у люльки. Здесь специальные рычажочки, заслонки открывающие. Здесь как жабры у рыбы. Нужно, если проветривать люльку, можно открыть заслонки и у вас вентиляция у ребенка. Такой микроклимат создается, образуется. Поэтому тоже интересный момент. Собственно, что касается люльки, это все. Теперь давайте рассмотрим ее именно прогулочную часть. А это у нас уже прогулочная часть коляски Concorde Neo. И начнем мы изучение, как обычно, сверху вниз. В первую очередь я хочу подметить удобную ручку. Мне лично здесь понравилась очень, как выполнена ручка. Она обтянута не просто прорезиненным материалом, как губка с резиной. Знаете, она еще в дождь набирает в себя воду. Это не очень хорошо. Здесь такого нет. Обычно резина все обтянуто. Практично, удобно. На мой взгляд, все классно. Что касается регулировки, имеется очень даже широкий диапазон. Поэтому под любой рост без проблем. Также есть и страховочная лента. Одеваем на руку. И чтобы она у вас не укатилась, не дай бог, коляска. Можно держать. Так, что касается самого блока. Как вы видите, на нем есть хороший большой капюшон. Капюшон здесь не гигантских, конечно, размеров, но достаточно большой, который спокойно закроет ребенка. Также здесь есть возможность отстегнуть все это. Ну, хотите, чтобы дышало, можно отстегнуть заднюю спинку. Здесь, правда, нет москитной сетки. Но продуть можно хорошо. Сливетерочек нужен. Так, и выполнен он тоже из двух секций. Регулируется тоже простым способом. И имеет четыре положения. Так, что касается непосредственно самого сидения в коляске. Вообще, мне что в Nevo понравилось. Здесь очень хорошие используются приятные ткани. Тактильно, но очень благородная, качественная ткань. По ощущениям она не уступает даже коляскам более дорогого ценового диапазона. Поэтому здесь вопросов к ней нет. В комплектацию входит матрасик для маленького ребенка. Чуть подрост можно снять. Тем самым вы получите еще больше пространства для ребенка. Что касается безопасности. Здесь установлена система пятиточечных ремней. Здесь есть мягкие накладки и на плечевую зону ребенка, и на паховую. И также установлен бампер, оббитый тканью. Он очень такой объемный. Не просто так, потому что здесь внутри есть еще накидка на ножки. Которая прям вот прячется здесь в бампере. Поэтому если резко надо, что-то как-то резко достали. И прикрыли ребенком. Очень классно. Также есть подножечка для ребенка. Сама система регулировки наклона. Сейчас я вам покажу, как у нас здесь делается положение отдыха. Здесь на задней части есть рычажочек. Отгибаем и регулируем. Здесь используется система гамака. В принципе, это минимально. Второе, третье, четвертое положение. Вот так мы регулируем наклон. И еще сильной стороной этой всей конструкции является то, что сам блок здесь имеет реверсивную систему. Вы взяли, переставили его. И теперь вы можете ездить, пока ребенок совсем маленький, чтобы он смотрел на вас и вы наблюдали за ребенком. Это будет полезно, особенно в первые месяцы жизни ребенка, чтобы ребенок мир через маму, через родителей своих познавал. И не боялся окружающих. Вот. Теперь давайте рассмотрим само шасси. Как здесь сделано шасси. Сейчас вернем блок в обратное положение. Обычное. Шасси здесь тоже немножечко необычное. Вы можете посмотреть на ее модный дизайн. Очень стильно выглядит коляска. Особенно вот эта передняя часть, как выполнена рама и передние колеса. На мой взгляд, очень так красиво выглядит. И, собственно, само шасси очень качественное. И все стыковые моменты сделаны такими очень мощными креплениями. И поэтому создается впечатление такой монолитной конструкции. Ничего не болтается, не скрипит. Здесь такого нет. Вот. Что касается багажника. Багажник здесь тоже такой, достаточно приличный. Я вам сейчас покажу. Вот. Он выполнен не из просто какой-то там сеточки, а из хорошего плотного материала. Из такого же, как выполнена сама коляска. Они здесь не сэкономили, сделали все хорошо. И он достаточно глубокий багажник. И имеет ровное, плотное дно. Ничего там не прогибается. Как такой маленький ящичек туда встроили. Вот. И вернемся к шасси. Огромный такой, огромный плюс этой коляски Concorde Neo является ее навороченная система амортизации. Здесь, знаете, как вот в автомобилях используется подвеска рычажная. Здесь вот сделано что-то в этом же духе. Сейчас я вам покажу, как это работает. Вот. Видите? Плавность хода у коляски просто великолепная. Вот. Смотрите. Она реально как раллийная такая машинка. Вот. И спереди колеса поменьше, соответственно. Тоже с амортизаторами. С возможностью зафиксировать и преодолеть неровность. Потом снова разблокировать. Это все, конечно же, есть. И еще неоспоримым плюсом этой коляски Concorde Neo является то, что здесь тормоз реализован на ручке. А не как в большинстве колясок. Там ножны и педали. Здесь очень просто. Рычажочек. Сейчас я вам покажу. Вот. Сейчас мы едем. Опустили вниз. Коляска заблокировалась. Надо убрать. Подтянули. Все. Она разблокировалась. Едете дальше. Вот. И давайте теперь посмотрим, как она складывается. Коляска. Ее вообще обычно рекомендую, конечно же, блок снимать и шасси отдельно складывать. Но здесь, в принципе, получается достаточно компактно и вместе с прогулочкой. Вот так она выглядит в сложенном виде. И если вы даже снимете блок и отдельно положите, компактнее не получится. Поэтому, я думаю, что для такого вида коляски здесь, в принципе, достаточно компактная конструкция в сложенном виде получается. Вот так вот, в принципе, можно ее и перекатить, если нужно. Так, давайте ее разложим. Обратно. Вот. Собственно, все. Давайте теперь подытожим. Мое мнение, как обычно, я вам скажу. Мы с вами рассматривали именно комплектацию 2 в 1. Сегодня с люлькой Slipper 2.0. Плюс такого именно приобретения. Вы не тратите деньги на приобретение автолюльки для автомобиля. Slipper 2.0 можно установить в автомобиле. Тем самым вы сэкономите там приличную разницу в цене. Вот. Это что касается люльки. Плюс люлька еще ничем не уступает обычным классическим. Она очень хорошо, добротно сделана. И она просторная для ребенка. Вот. А что касается самого Concorde Neo в прогулочном его виде. Вот. Здесь тоже особо придраться не к чему. Единственное, лично мне бы хотелось, чтобы колеса передние были чуть побольше. Ну, хотя, в принципе, они стандартные для такого рода колясок. Колеса здесь, кстати, они не подкачиваемые. Они сразу уже наполнены воздухом. И качать их не нужно будет. Их очень тяжело проколоть. Это, в принципе, нереально даже. Вот. И огромным-огромным плюсом является конструкция амортизаторов. Такой плавности хода у колесок вы не найдете, по-моему, даже нигде. Это огромная редкость, чтобы она имела такой большой ход, подвеска. Вот. Плюс само качество изготовления здесь очень добротное. Ручной тормоз тоже очень удобно. Вот. И в целом ощущения от коляски очень такие приятные. Ну, конечно же, еще ткани я уже про них говорил. Здесь используются очень хорошие. Поэтому, кто ищет хорошую коляску с люлькой для себя, прогулочную, чтобы прогулочный блок был очень хорошим, я смело могу рекомендовать Concorde Neo, комплектации 2 в 1, для покупки. Ну, а выбор, конечно, как всегда, за вами. Ну, а вы, собственно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И в заключение хочу поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что предоставили нам на обзор эту чудесную коляску Concorde Neo. Вот. Ну, а вам, собственно, всего доброго и удачи!